Что происходит, когда мы постимся и молимся? Бог говорит, что когда мы начинаем молиться и поститься, когда мы совершаем физический акт послушания, это высвобождает такие духовные вещи, как милость и благословение. Вот увидите, чудеса придут, благо придут, благословения придут, Бог поднимет вас, в вашей жизни будет больше Бога и меньше вас. Вы поймете это, когда переживете. Вся слава Богу! Вся слава Богу! Я бы хотел поговорить с вами сегодня о том, что происходит в невидимом мире, когда вы поститесь и молитесь. Вначале я хочу рассказать вам небольшую историю из книги «Исход» 17 главы. Там нам косвенно преподан важный урок о посте. Это история о Моисее и о Маликитянах. О том, как Моисей и народ Израиля боролся с Маликитянами. Господь велел ему подняться на гору и поднять руки к небесам. Он сказал в книге «Исход» 17 главе 11 стихе. «Подними руки, Моисей». Бог отдал ему приказ. И пока его руки находятся в этом положении, поднятые к небесам в послушании Божьему, физически сказанному по велению, пока он держит руки наверху, пока он находится в физическом послушании, он выигрывает битву в невидимом мире благодаря физическому послушанию. Эта история важна тем, что она подтверждает факт о том, что физическое послушание высвобождает духовную помощь. Вы можете сказать, если Бог решил выиграть битву, Он просто это сделает. Но в этой истории Бог говорит, то, что ты делаешь со своим физическим телом, Моисей, повлияет на то, обернется ли эта конкретная битва для вас победой. Потому что физическое послушание высвобождает духовную помощь. Поэтому эта история так важна. Есть некая связь между тем, что мы делаем физически, и тем, что происходит в духе. То, что мы делаем здесь, в наших физических телах, влияет на то, что происходит в невидимом мире. Ангелы присоединились к этой битве, когда он поднял свои руки в физическом мире, поскольку Бог повелел ему так поступить. Но когда его руки опускались, ангелы отступали, и враг начинал побеждать. В Евреям 1 главе 14 стихе сказано, что ангелы посылаемы на служение для тех, кому предстоит получить спасение. Здесь сказано, что ангелы – это божьи духи, посылаемые как языки пламени. Об этом сказано в этой же главе. Он делает слух своих языками пламени. Он говорит о том, что он делает своих ангелов дыханием, ветрами, огнем и ветрами. Таковы ангелы. И Бог говорит, «Я высвобожу этих ангелов и отправлю их в твою битву». И вот в чем суть. Уловите ее. Руки подняты, и пока Моисей физическим действием осуществляет то, что велит ему Господь, его войско одерживает победу, благодаря тому, что он делает физически. Когда он опускает руки, его люди проигрывают битву. В Библии сказано, что мы должны поднимать руки, оставив гнев и споры. Оставить гнев – значит не роптать на повеления, которые дает тебе Бог, призывая к физическому действию. Делайте это, оставив гнев и споры. Без споров – значит без вопросов. Какая от этого польза? Не спорьте с Богом. Если Он велит вам сделать что-либо физическое, если Он говорит, «Поднимите руки», не стоите споря с Богом, говоря, «Я не обязан делать это». Истина в том, что физическое послушание всегда высвобождает духовную помощь. Если поднятие рук дало победу в Ветхом Завете, то что же могут сделать молитва и пост в Новом Завете? Иисус показал нам пример, проведя 40 дней в посте и молитве. Если мы последуем Его примеру сегодня в посте и молитве, то наше физическое послушание высвободит духовную помощь. Особенно, когда вы делаете это без споров. Когда вы не сидите и не говорите, «Какая польза от поста?» «Польза очевидна, потому что сам Бог велел нам делать это». Польза очевидна, потому что в Марка сказано, что род сей изгоняется постом и молитвой. Сегодня в церкви мы свели все к чувствам и разуму, но не к физическим проявлениям. «Я чувствую себя смиренным, поэтому мне не нужно вставать на колени и склоняться перед Господом. Я чувствую, что люблю Бога и поклоняюсь Ему снаружи. Мне не нужно хлопать в ладоши, мне не нужно поднимать руки, мне не нужно вставать на ноги и поклоняться Богу физически, всем своим телом. Господь знает мое сердце. Я чувствую веру в сердце, поэтому мне не нужно ничем рисковать, внутри меня вера». В современной церкви мы все больше и больше сводим все ко внутренним переживаниям и забываем про внешние проявления. Но если вы скажете своему супругу или супруге, «Я люблю тебя в душе», и не будете никак проявлять этого внешне, они начнут в этом сомневаться. Бог говорит, «Прежде чем высвободить духовную награду, я хочу, чтобы мой народ показал мне свою любовь физическим послушанием. Пост – это одно из проявлений послушания. Бывают времена, когда Бог ждет от каждого из нас физических действий. Физических действий. Почему? Потому что есть связь между физическими действиями на земле и духовной силой, которая высвобождается с небес. Пока руки Моисея подняты, Израиль побеждает. Физическое послушание высвобождает духовную силу, благость, помощь, защиту, исцеление, чудеса, благословение. Я хочу, чтобы вы понимали, что глупо поклоняться ангелам. В этом нет сомнения. Мы не ходим, как зачарованные в поиске странных ангелов. Глупо поклоняться ангелам. Библия прямо говорит об этом. Но точно так же глупо их игнорировать. О них сказано в этой книге. Значит, они реальны. Когда вы начинаете молиться и поститься, вы высвобождаете сверхъестественную силу Бога. Помощь с небес. Сейчас я покажу вам, где об этом сказано в Библии. Я хочу, чтобы вы немного со мной поразмышляли. Некоторые люди все время переживают и говорят, чем выше уровень, тем страшнее бесы. Это хорошее высказывание. Потому что чем больше вы ходите с Богом, тем больше дьявол противится вам. Но это высказывание в каком-то смысле превозносит этих бесов. Чем выше уровень, тем страшнее бесы. Кажется, будто под ним подразумевается что-то вроде «Я не пойду слишком далеко, иначе бесы узнают, кто я, и нападут на меня». Позвольте вам кое-что сказать. Они уже знают, кто вы. Кто лучше защищен на поле боя? Гражданское лицо? Недавно завербованный солдат? Или генерал с пятью звездами? Кого защищает больше солдат? Гражданское лицо? Или генерал? Вот в чем истина. Чем выше уровень, тем больше ангелов встает на защиту. Тем больше ангелов участвуют в миссии, которую вам доверил Господь. Чем больше доверяет вам Господь, тем важнее ваша миссия. Когда слуга Елисея сказал ему, «Боже мой, что же мы будем делать? Ассирийцы окружили нас. Что же нам делать, пророк?» Тот ответил, «Успокойся, Господь, открой его глаза». Слуга открыл глаза, посмотрел и увидел, как огненные колесницы, запряженные лошадьми, окружили их. Потому что чем выше призвание, чем важнее миссия, тем крепче божественная защита над вами и вашей семьей. Не бойтесь мечтать по-крупному, просить по-крупному, верить по-крупному. Я не стану отступать из-за страха, что дьявол начнет бороться против меня. Мы только начали, и мы покорим новые уровни. У нас будет больше ангельской защиты. Воздайте Богу славу, если вы верите в это. Даниила, 10 глава. Начну читать со 2 стиха. «В эти дни я, Даниил, был в Сетване три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». Десятый стих. «Но вот». «Пока я постился, пока я ел овощи, пока я искал Бога, пока я молился, я поклялся Богу». В первой главе Даниил описывает подробно, что он ел. Он говорит, «Я ел овощи и пил воду. Я воздерживался от вкусной пищи». Он сказал, «В эти три недели поста ко мне пришел ангел». Десятый стих. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, «Повторите эти слова вместе со мной. Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе». С ним говорит ангел. «Я пришел сказать тебе, что о тебе думает Бог». Даниил, муж желанный, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. В третьем стихе сказано «Вкусного хлеба я не ел». Послушайте внимательно. «Вкусный» значит «желанный». «Я не ел вкусного, желанного хлеба». Другими словами, я понимаю это так. Я стал вегетарианцем. Он сказал «Я не ел вкусной еды». Слушайте дальше. Интересно, что в книге Даниила, 10 главе, 11 стихом написано «Даниил, муж желаний». Это почти то же слово, что и «желанный». Даниил, очень желанный. Я не ел желанного хлеба. На это Бог ответил. «Даниил, ты очень желанен мной». Я не ел желанной пищи и стал человеком, желанным Богом за эти 21 день. Есть разница между Божьей любовью и Божьим благоволением. Божья любовь работает на 100% 7 дней в неделю, 24 часа в день. Нет ничего, что заставит его любить вас сильнее. Нет ничего, что заставит любить вас меньше. Вы не можете заслужить его любовь. Его любовь сильна. Его любовь – дар. И Бог любит вас. Но есть разница между Божьей любовью и Божьим благоволением. Благоволение отличается тем, что изначально оно дано нам как дар. Но его возрастание зависит от нашего разумного управления жизнью. От того, что мы делаем, чтобы заслужить его благоволение. Любовь Бога полноценна и дается в дар. Она совершенна и она твоя. Но Божье благоволение не придет в твою жизнь во всей своей полноте до тех пор, пока ты не сделаешь определенные вещи, которые привлекут Божье внимание. Божье благоволение нельзя купить. Но можно недополучить благоволение, если не жертвовать. Благоволение становится больше с послушанием и жертвой. История Даниила – это история благоволения. История Даниила – это история благоволения. История необыкновенного увеличения благоволения. Это и моя история. Я не должен был быть пастором этой церкви. Я не гожусь для этого. Если вы посмотрите на мои стены, на них не висят дипломы. У меня много недостатков. Когда я был маленьким, хоть я и вырос в хорошей семье, и мои родители любили Бога, все еще любят Бога. Моя мама еще жива. Когда я был маленьким, что-то проникло в мое сердце. И я понял, что не могу относиться к Богу, как относится мой папа. Я не могу относиться к Нему и как мама. Мне нужно понять Божий план для моей жизни. И будучи подростком, я стал отказываться от вкусной пищи. Отказываться от желанных вещей. Вначале я постился по одному дню. Потом по три. Потом по семь. Потом 21 день. Затем я поехал на пляж Северной Каролины, снял комнату в отеле и закрылся в ней. Я просидел там три или четыре дня. Я сидел там и читал Библию. Я не смотрел телевизор. Я поглощал Божье Слово. Пока я все это делал, не знаю, когда именно. Но после этого 21-дневного поста, а затем другого поста, Господь начал проявлять себя в моей жизни. И где-то посреди всего этого Господь проговорил в мой дух следующее. Ты стал очень желанен мне. Потому что ты отдал то, что было желанно для тебя. Поэтому я здесь сегодня. Поэтому я проповедую вам сегодня. Я обычный деревенский парень из Северной Каролины. Я не достоин быть тем, кто я сейчас. Ездить по миру и говорить с разными авторитетными людьми. Но Господь говорит, когда ты завоевываешь мое благоволение, когда ты делаешь это, то физический акт послушания высвобождает духовную силу благоволения и благословения. Вот увидите. Чудеса придут. Благо придут. Благословения придут. Бог поднимет вас. В вашей жизни будет больше Бога и меньше вас. Вы поймете это, когда переживете. Вся слава Богу. Вся слава Богу. Прославьте его сейчас, если вы знаете, что я говорю истину. Давайте прославим его прямо сейчас. Божье присутствие сейчас здесь. Возвесите свои голоса и прославьте его, где бы вы ни были. Разве вам не хотелось бы, чтобы Бог сказал это о вас? Чтобы вместо Даниила или Иакова он сказал «Шарис, Брок, Тим, Дженсен, ты стал мне невероятно желанен». Даже больше, чем это Кортни, Кариса, Кэролайн, Коннор, Дрейк, Амелия, Лука. Этот список можно продолжать бесконечно. Ты стал так желанен мне, потому что твои бабушка и дедушка постелись 21 день. Эта семья снискала мое благоволение. Поэтому эта семья так желанна мне. Аллилуйя. Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. «Послушайте, что говорит ангел. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Персии, сейчас это Иран, тогда правил князь, и эта демоническая сила противостояла мне, ангелу, 21 день. Но благодаря тому, что ты продолжал поститься, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Существует три главных ангела. Гавриил, Михаил и Люцифер. Люцифер пал. Гавриил доставляет сообщения. А Михаил – это ангел-воин. Он был послан в подкрепление, чтобы противостать вражескому сопротивлению. Позвольте, я вам кое-что объясню. Не существует битвы между Богом и Сатаной. Господь не борется с Сатаной. Господь говорит, что Он может изгонять бесов своим перстом. Богу нужно лишь щелкнуть пальцем. Он показал палец Сатане, и тот был изгнан с небес. Между Богом и Сатаной нет войны. Но послушайте, все было сотворено для чего-то. Ангельские и демонические войска воюют между собой. И мы с вами можем повлиять на исход их битвы. Вот чему учит эта история. Ангелы и демоны воюют друг с другом. У ангелов в руках ответы на наши молитвы. Они борются. И то, что мы делаем в физическом мире, может высвободить силу этим ангелам в духовном мире. Мы влияем на духовные битвы. И я закончу следующей мыслью. В этой истории, в 17 главе Матфея, когда ученики спросили, почему мы не можем изгнать этого демона. И Иисус назвал им две причины. Он сказал, что у них нет веры, и что они развращенное поколение. Другими словами, он сказал своим собственным ученикам, потому что именно они задали ему этот вопрос. Первое. Если у вас нет веры, то вы теряете связь с Богом. Вы теряете связь со словом. Вы теряете связь с поклонением и прославлением. Вы теряете связь с церковью. Вы теряете связь с моим присутствием. Вы теряете голод по мне. И когда вы теряете связь с Богом, в ваше сердце приходит неверие. И если вы не наполнены верой, вами начинает управлять неверие. Страх, тревога, безнадежность, отчаяние. Он сказал, что из-за неверия вашего вы отдаляетесь от Бога. Но также и ваше развращение. В его корне лежит слово «разврат». Другими словами, вы теряете связь с Богом. И что еще хуже, вы слишком привязываетесь к миру. Позвольте мне сказать вам, как это исправить. Род сей изгоняется постом и молитвой. Что такое молитва? Молитва – это соединение с Богом. Установление связи с Богом. Пост – это нарушение связи с миром. Нарушение связи с похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Мне не важно, кто вы. Я всегда здесь. Я ваш пастор. Я ваш проповедник. Это моя работа. И ошибаясь, я возвращаюсь назад и говорю, Господь, помоги мне, потому что я теряю связь с тобой и привязываюсь к миру. Поэтому я очень люблю то время, когда мы показываем себя без прикрас, когда мы честны, когда мы приходим в то место, где мы потеряли связь с Богом и привязались к миру, и начинаем поститься. Это отсоединяет нас от мира. Мы начинаем молиться, и это соединяет нас с Богом. И внезапно у нас появляется власть противостать врагу. Мы получаем новое помазание, и в нашу жизнь снова приходит Божье благоволение. Это не какое-то хвастовство, не громкое заявление, но Господь может явить мне благоволение. Даниил всего лишь перестал есть мясо, хлеб и сахар. Он стал есть овощи, и Господь сказал, Даниил, муж желанный мой. Физический акт высвобождает духовную помощь. Физический акт высвобождает духовную помощь.